ДИНАРА САДУ Об этом президенту рассказали в ходе рабочей поездки в регион. Подробности у Назымгульку Муспаевой. Один из них работают на рисовом предприятии. А еще тут как никогда развита инфраструктура. Дороги с асфальтом, фонтаны, улицы освещенные фонарями, детские площадки, озеленение, питьевая вода поступает в каждый дом. Раньше молодежь уезжала отсюда на заработки в другие регионы. А сейчас в связи с постоянной работой в селе сюда приезжают специалисты сельского хозяйства из соседних сел и других районов. За последние годы сюда переехали примерно 20 семей. Секрет успеха прост. Здесь, пожалуй, в лучшей форме проявилась социальная ответственность бизнеса. Руководитель рисового предприятия ежегодно тратит на благоустройство села 100 миллионов тенге. Теперь местный бизнесмен собирается начать газификацию села. Из того, что уже построено, это большой спортивный комплекс, возведенный при поддержке рисового предприятия. Местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Посещая этот комплекс, глава государства пообщался с молодыми спортсменами и проверил качество спортивного инвентаря. А на встрече с жителями региона глава государства призвал в нынешней сложной геополитической ситуации сохранять единство и самоотверженно трудиться во имя процветания Казахстана. Также президент подчеркнул, что такие села должны служить примером и для других населенных пунктов. В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциалы и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Я выделила трактор и комбайн. Я была механиком. В своем послании вы сказали, что трудолюбивый человек, профессионал должен быть самым уважаемым человеком. Такие граждане развивают нашу страну. Мы должны проявлять уважение к обычному рабочему человеку. Мы искренне благодарим вас за сегодняшнюю встречу с рабочими и фермерами. Казалардинцы также поблагодарили за новое министерство водных ресурсов. Сегодня, когда весь мир испытывает дефицит воды, такое ведомство как никогда кстати, сказали жители. В области на данный момент убрано 80% риса. Урожайность составляет 54 центни раз гектара. Всего планируют собрать 460 тысяч тонн продукции. Это говорит о том, что в этом году ожидают собрать больше риса, чем в прошлом году. Однако из-за обмеления сырдари посевы сократят, но лишь на 9 тысяч гектаров из 89 тысяч возможных. По поручению президента, а также согласно научным исследованиям, мы работаем над уменьшением посевов риса со следующего года до 80 тысяч гектаров. Больше площади посевов уменьшить мы не можем, потому что засоленность земли является особенностью нашей почвы. И есть риск, что земли без риса будут засолены и выброшены из сельскохозяйственного цикла. Президент побывал на рисовом заводе, где в год перерабатывают 35 тысяч тонн риса сырья. Из них, согласно спросу, 50% продукции остается на внутреннем рынке. Остальные 50% уходят на экспорт. Рисоводство в Казалардинской области является главным источником дохода населения. Здесь, в этом регионе, вы только вдумайтесь, работают 560 рисовых предприятий. На одном из таких предприятий производство довели до полного автоматизма. Здесь рис шлифуется, очищается, и на выходе мы получаем вот такую белую красивую крупу. Из которого делают популярные во всем мире батончики. Такие мировые компании, как Марс и Нестле, покупают для своих товаров рис в Казаларде. Когда приезжают клиенты из других стран, они не спрашивают какой-то бренд, они спрашивают, нам нужен Казалардинский рис. Вот такие компании, как Нестле, Марс, которые с нами работают, хотя их локация находится в России, и Россия преобладает производством риса, чем Казахстан, но вкус, а также качественные характеристики нашего риса намного выше стоит, чем российский рис. Поэтому они на сегодняшний день предпочитают наш рис, Казалардинский рис. Еще глава государства посетил завод железнобетонных изделий. Проект профинансирован через фонд поддержки предпринимательства ДАМУ. В день здесь производят 200 кубометров железнобетонных изделий. А необходимое сырье для этих изделий добывается в самом регионе. Также президент осмотрел выставку товаропроизводителей строительной отрасли Казалардинской области. В Казаларде также строят новый пассажирский терминал аэропорта Хоркатата. Президенту показали, как он будет выглядеть. Новый терминал сдадут в следующем году. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час. Терминал будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность. Стоимость проекта составляет 20 миллиардов тенге. Из них 15,7 миллиарда тенге выделил спонсор. Из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 4,3 миллиарда тенге. Также в Казаларде в конце этого года будет построен современный автовокзал и ведется капитальный ремонт железнодорожного вокзала. Еще один важный проект для жителей этого региона – это строительство автодороги Казаларда-Жесказган. Аким области доложил президенту о том, что из 216 километров трассы 104 построены. Надо очень ускоряться. Президенту также сообщили о том, что участок международной трассы Западная Европа-Западная Китай от города Казаларды до границы Актюбинской области планируется перевести в первую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году. Касымжи Мартукаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Что касается школ и больниц, которые так необходимы развивающемуся региону, в области по программе «Комфортная школа» в течение трех лет построят 21 школу. Продолжается в селах строительство 27 медикоамбулаторных объектов. Еще один очень важный объект, который построят к 2025 году – это новый ТЭЦ. Построит ее турецкая компания за 215 миллиардов тенге. Действующая ТЭЦ изношена на 90% и новую необходимо ввести в установленные сроки. Такое поручение оставил Касымжи Мартукаев, правительству и Акимату. Работа ведется. Мы будем следить за этим в будущем. Я вижу, что ТЭЦ строится хорошо, выглядит неплохо. Так что следует продолжать. Основные проекты мы держим под контролем. На Зынгульку Мыспаева, Айдос, Медельбеков, Дулат, Интибеков при поддержке телерадиокомплекса президента. Казаларзинская область. На другим темам самолет из Тель-Авива с казахстанцами на борту приземлился в Алматы минувшей ночью. Всего на борту находилось 166 пассажиров, из которых 124 казахстанца и 42 иностранных гражданина. Среди них двое детей младше двух лет. В числе прибывших пассажиров были как туристы, так и местные жители. Наш собственный корреспондент продолжит тему. Репатриационный рейс из Тель-Авива в Алматы встречали родственники казахстанцев, которые жили, учились или отдыхали в Израиле. Самолет приземлился с небольшой задержкой в 23 часа 32 минуты. По пути судно произвело техническую остановку в Ахтау. В аэропорту Алматы дежурили медики на случай необходимости оказания скорой помощи прибывшим пассажирам. Вернувшиеся на родину казахстанцы благодарят отечественных дипломатов за оказанную всестороннюю поддержку. Мы вначале вообще ничего не поняли. Когда услышали сирены первые, думали, что это просто скорая помощь. Вначале все хотели, что мы оказались в Палестине, мы были в Палестине. Потом переехали в сам Израиль, на север. Там было все тихо, спокойно. Я хотел бы в первую очередь выразить огромную благодарность всем, кто смог организовать выезд у нас из Израиля, такой экстренный выезд. Все отлично, как обычно, не очень долго. Все организовано было, все по времени. Я была в Хайфе, там было спокойно. У нас было все тихо, просто рекомендовали покинуть Израиль. Ранее казахстанцы, находящиеся на территории Израиля, после начала эскалации Палестина-израильского конфликта, захотели вернуться на родину и обратились в посольство. Специальный рейс вылетел вчера в 8 часов утра из Алматы. В аэропорту Тель-Авива ни одного гражданика Казахстана мы не оставили. Мы всех смогли забрать. Очень многие авиакомпании отменили рейсы в эту страну. Практически рейсов гражданских, пассажирских рейсов туда практически не осталось. И поэтому для нас это был очень такой сложный шаг. Отметим, что гражданам, не успевшим приобрести авиабилет на репатриационный рейс, были предложены цены по сниженному тарифу. В целом казахстанские авиакомпании приостановили сообщения с Израилем в связи с нестабильной ситуацией в стране. Гафуали, Абен Нармбаев, Хабар-24, Алматы. В результате боевых действий в Израиле погибли порядка 50 иностранцев из более чем 20 стран. Еще сотни числятся пропавшими без вести. Среди них есть те, кто имеет двойное гражданство. Сообщается, что большинство из жертв присутствовали на музыкальном фестивале, проходящем в пустыне на юге Израиля. Также ряд стран организовал эвакуационные рейсы для своих граждан. Среди них Италия, Венгрия, Южная Корея, Индия и другие государства. На фоне эскалации конфликта международные авиакомпании приостановили полеты или сократили их число в Тель-Авив. Власти посоветовали авиакомпаниям, летящим в Израиль, иметь при себе дополнительное топливо в качестве меры предосторожности. Четвертые сутки. Продолжаются бои между израильской армией и палестинским движением Хамаса. В Израиле уже больше тысячи погибших. Еще 2,5 тысячи человек получили ранения. В секторе Газа число жертв превысило 900. Пострадавших 4,5 тысячи. Накануне израильская армия перешла к интенсивным бомбардировкам и объявила о полной блокаде сектора Газа. ВОЗ и Управление ООН по правам человека бьют тревогу. Международные организации работают над созданием гуманитарного коридора. Он необходим для доставки людям медикаментов. Продолжаем выпуск. Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой экономики в следующем году. Согласно последним данным, организации ожидается рост на 2,9% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3%. Также по оценке экспертов фонда, инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. И не вернется к целевым показателям в большинстве стран по меньшей мере до конца 2025 года. Такие показатели специалисты объясняют тем, что экономика многих стран все еще продолжает медленно восстанавливаться после пандемии коронавируса и ударившего кризиса стоимости жизни. Сегодня в Астане состоится 21-е заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Пройдет оно под председательством спикера Сената парламента Маулина Ашумбаева. Планируется обмен мнениями по итогам 7-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также обсуждение принятия концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. Ожидается участие религиозных лидеров мировых и традиционных религий из около 20 стран. Это Хабар 24, прямой эфир. 50% растений на Земле могут подвергнуться вымиранию в ближайшее время. Еще 75% неизведанной флоры находятся на грани исчезновения. Кроме того, почти половина цветковых растений погибает. Это данные британских ученых. Каковы последствия таких изменений в экосистеме, расскажет Жанна Хусаинова. Почти половина всех видов растений на планете находится под угрозой полного исчезновения. Что касается неописанных человеком видов, то там картина выглядит еще трагичнее. 75% из них уже находятся под угрозой вымирания, хотя мы о них еще не знаем. Об этом сообщили ученые Королевских ботанических садов Кью в своем последнем докладе. Он опирается на исследования 210 ученых из 42 стран. Эксперты предлагают рассматривать все вновь описанные виды как находящиеся под угрозой, если не доказано иное. 45-50% всех известных нам видов растений находятся под угрозой исчезновения. Статистика для тех, о которых мы не знаем, еще более ужасающая. Основная угроза — это утрата среды обитания, изменение землепользования. И причиной этого является преобразование нетронутых экосистем в сельскохозяйственные земли. Чтобы понять масштаб проблемы, стоит вспомнить о том, сколько из подвидов изучены на данный момент, говорят эксперты. Например, всего в мире насчитывается порядка 25 миллионов видов грибов, но лишь около 150 тысяч известны и описаны человеком. А чтобы изучить остальные, потребуется в среднем 850 лет. Если мы не продолжим и не сделаем все возможное, чтобы исследовать те области планеты, где мы не выяснили, какие виды растений и грибов существуют, тогда эти виды вымрут, и мы даже не узнаем, что они когда-либо существовали. Способов решения проблемы не так много. Либо нужно ускориться и находить растения быстрее, либо стоит задуматься о том, как продлить их жизнеспособность. В докладе говорится, 723 вида трав и цветов, которые входят в состав медикаментов, могут исчезнуть вовсе. Основными угрозами для наземной флоры исследователи называют инвазивные виды и болезни, а также человеческую деятельность и изменение климата. При этом многие растения в будущем могли бы использоваться в медицине или стать новым источником пищи для человека. Сегодня всего 15 растений обеспечивают около 90% рациона человечества, который по большей части состоит из риса, кукурузы и пшеницы. Чтобы иметь представление о масштабах кризиса вымирания, с которым мы сталкиваемся, вспомним, что 9 из 10 наших лекарств производятся из растений. Неназванные растения тоже будут одним из ингредиентов для медикаментов. А если они вымрут, то половина будущих лекарств больше не будет доступна для нас. Это будет новый уровень угрозы. Эксперты ООН также предупреждают, что приблизительно миллиону видов растений и животных грозит полное уничтожение в ближайшие несколько десятков лет. Они отметили, что на сокращение биоразнообразия влияют нерациональное земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых и промышленная вырубка лесов. Относительно недавно к ним добавился еще один фактор – глобальное потепление. Жанна Хусейнова, Хабар-24. Почти все деревья засохли. На 10 гектарах земли на окраине Тараза уцелели лишь 20%. Молодые саженцы почти на 8 миллионов тенге высадили в прошлом году и хотели создать вокруг города зеленый пояс. Эту площадь с сухими деревцами обнаружила специализированная природоохранная прокуратура. Кроме этого, нашли и другие нарушения. Например, с 2014 года в Таразе до сих пор не сформирован реестр зеленых насаждений и до сих пор нет тендрологического плана. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее. Зеленый пояс мечтали создать на окраине Тараза местные власти. И на 10 гектарах земли высадили деревья. Будущая роща стоила почти 8 миллионов тенге. Сначала саженцы поливали специальными машинами, а после понадеялись на рычный полив. Оказалось зря. Год назад здесь высадили 12,5 тысяч саженцев. За это время клёны и карагачи должны были превратиться в молодые деревья. А на самом деле из земли торчат сухие ветки. Без надлежащего ухода погибли 80% саженцев. То есть причину они не назвали, почему они дальше не поливали, да? Не, сказали, что деревья уже не выживают, не приживаются. Там поливают, там эффекта ноль. Из-за почвы, из-за отсутствия воды. Эколог со стажем Рима Турикельдеева говорит, что дело не в почве. Главное вовремя поливать деревья. Только тогда будет результат при засушливом климате. Солнце, питательная среда, то есть питательные вещества и вода нужна. Хотя бы элементарное органическое удобрение можно использовать. Для нашего региона, вот, столь, это по конвекам идет посадка карагача. Является деревьем, которое отчаяет воздух. Поэтому оно районированный сорт считается из деревьев для нашего региона. А в этом сквере предприниматель посадил 200 деревьев. Так он компенсировал вырубку 20, которые спилил по разрешению специалистов для строительства объекта. Но, как констатировали прокуроры, саженцы тоже остались без ухода. Посадили еще весной, это на наших глазах было. Но никто не поливает здесь, никто не следит вот за этим участком. Весной их посадили в тот момент, когда прохладно было, осадки были. Ну вот что-то прижилось. Воткнули вот деревца маленькие, полили один раз и все, до свидания. Старые обрезают деревья, это да, есть. А вот за молодняком, ну посадил, ну приезжайте, полейте. Нарушение в озеленении города выявила специализированная природоохранная прокуратура. Например, за три года в областном центре взамен вырубленных не произвели компенсационную посадку более 5,5 тысяч деревьев. А с 2014 года в Таразе до сих пор нет реестра зеленых насаждений и дендрологического плана. После вмешательства прокурора в сотрудники ЖКХ подали бюджетную заявку. На этот год выделили 5 миллионов, на следующий год 40 миллионов. Ведется процедура государственных закупок. Срок завершения работ конец 2024 года. Самое главное там создание базы данных, реестр зеленых насаждений. Там по каждому адресу будет занесено, каждое дерево, там диаметр, породный состав. Если должностными и ответственными органами не будут приняты соответствующие меры, будет решен вопрос о соответствующей ответственности. К нами налажен оперативный алгоритм обмена информацией по факту, нарушение законодательства повреждения кустарников и зеленых насаждений, по которым принципиально будет ставиться вопрос об административной ответственности и возмещении ущерба как материальным выражением, так и путем производства компенсационной высадки деревьев. План этого года – высадить 5,5 тысяч деревьев стоимостью 65 миллионов тенге. Посадку большей части произвели весной. Остальные саженцы высадят до наступления зимы. Теперь главное – организовать регулярный полив, чтобы бюджетные деньги снова не высохли на корню. Продолжим тему озеленения городов Казахстана. Напомню, президент страны поручил до 2025 года высадить 2 миллиарда деревьев. Уточнил при этом, чтобы эту масштабную задачу ответственные выполняли без арифметической показухи и очковтирательства. Итак, осталось чуть больше года, можно сказать, финишная прямая. Промежуточные итоги этой зеленой акции подведем с руководителем Управления развития лесного хозяйства профильного министерства Мадии Нурпиесву. Доброе утро, Мадий Нуанович. Давайте поговорим о главных цифрах. Сколько всего деревьев высажено на сегодняшний день? Доброе утро. Планы лесокультурных работ 2021 и 2022 года выполнены в полном объеме. На общей площади 232 тысячи гектаров. При этом посажено более 421 миллионов сеянцев. В текущем году эта работа продолжается и планируется высадка более 409 миллионов деревьев. В настоящее время проводится работа по подготовке к осеннему высадке деревьев и сеянцев, и также семян. А если в процентном соотношении 2 миллиарда, это сколько процентов? Если в процентном соотношении с учетом этого года будет выполнено около 50% из общего объема. В настоящее время весенние посадки завершены. Проводятся работы по осеннему посеву. Получается, еще 50% за год нужно будет вам высадить? Да, да. А если разбить территориально, где больше всего высадили деревьев и почему? Больше всего деревьев у нас запланировано на деградированных участках. Это южные регионы, Казалардинская, Туркестанская, Алматинская области и также Жамбулская область. Еще один вопрос. Экологи часто говорят, закопать дерево проще простого, а вырастить тяжелее всего. Можете сказать, какой процент приживаемости деревьев? Проживаемость сейнцев 2021 года составила более 71%, а 2022 года около 65%. К сожалению, у нас немножко задержка была по связи. Повторите, можете озвучить еще раз цифры? Проживаемость лесных культур 2021 года составила более 71%, а 2022 года 65%. Еще один вопрос, он касается воды. Достаточно ли будет у нас воды для полива, хватит ли? При высадке сейнцев на территории государства лесного фонда у нас полива воды почти что не используется, только уходные мероприятия, то есть рыхление почвы, подготовка почвы и выкос межрадий. А этого достаточно, чтобы деревья приживались? Все лесокультурные мероприятия проводятся в соответствии с лесоводственными требованиями. Это считается как бы достаточной мерой. Хорошо, спасибо большое, Мадина Иванович, что уделили нам время в это утро. Хорошего вам дня. Сейчас прервемся на короткую рекламу, после продолжим, не переключайтесь. Казахстан зависим от импорта молочной продукции. Так, по данным бюро над статистики, страна по сырам и тварагу закрывает потребность всего на 50%. По словам предпринимателей, проблем в отрасли немало. Не хватает качественного сырья и господдержки. Можно ли наладить внутреннее производство и с какими сложностями сталкиваются отечественные сыровары, разбиралась Полина Зачиналова. Александр не может представить свой день без шума сыроварни и слаженной работы технологов. Несколько лет назад он приобрел молочную ферму, тогда и появилась идея варить сыр. Сначала продукт готовили для небольших ресторанов, но со временем объем производства увеличили. Вот так выглядит производство сыра. Это 5 килограмм будущего бурата. На приготовление такой массы уходит больше двух часов. Процесс весьма трудоемкий. Только предприниматель не спешит поставлять товар на полки крупных отечественных супермаркетов. Выходить на крупный рынок, ну то есть такие представители как Magnum и Small, например, мы не видим смысла, потому что очень будет большая товарная наценка. Соответственно, простой потребитель не захочет покупать. Получение всех разрешений, справок и всего занимает очень большое количество времени. И порой у человека просто перегорает, а оно мне надо. Я лучше буду в домашнем, производить в домашнем виде это все и реализовывать своим родственникам, друзьям, знакомым. Половина сыров на казахстанских прилавках импортной. Ежегодно в страну завозят больше 30 тысяч тонн этого продукта, включая творог. В основном из России, Белоруссии и Армении. Сыровары, по словам специалистов, не могут конкурировать с иностранными компаниями. Одна из причин – нехватка молока. Сегодня производить сыры, где и себестоимость качества молока значительно выше в той же Белоруссии и даже в России. На сегодняшний день у нас ситуация в молочном производстве такая, что 80 с лишним процентов производства в личных аккационных хозяйствах и меньше 80 с естественных хозяйствах на предприятиях. Поэтому любое молоко, любая короба дает хорошее молоко, но сама система сбора, доения, хранения и доставки молока на заводы не предполагает, что это молоко дойдет хорошего качества. До конца года в стране построят 65 молочных ферм, сообщили в Минсельхозе. Это должно увеличить объемы сырья для производства. Есть и программа субсидирования для местных сыроваров. Но здесь свои подводные камни. Раньше мы получали субсидии, вот произвели сыр в течение месяца, допустим, 10 тонн сыра произвели, отчитались и на этот объем получали сразу субсидии по результатам производства. Внесли поправки, что получать субсидии мы можем получать только по результатам реализации. И отсроченные в этот период предприятия получить субсидии не могут, и поэтому начали достижения. Субсидии изначально должны быть на поддержку товаропроизводителей. У нас многие нормативы субсидирования не пересматривались с 2017 года. То есть какие цены были в 2017 году и в 2023 году, это колоссальная разница. Но норматив никто не пересматривал. А в других странах, вот в тех же странах, государственных членов ЕС, насколько мы понимаем, там это четко отслеживается. Чтобы насытить рынок отечественными сырами, нужно пересмотреть меры господдержки, считают предприниматели. Если в Белоруссии субсидируют 18% от производства агрокомплекса, то в нашей стране 5%. Как результат, бизнесмены берут убыточные кредиты или вовсе закрывают свое дело. Полина Зачналова, Околбеки Семсиитов, Хабар, 24. В области Улы-Тау зафиксирован рост цен на формовой хлеб первой категории. Буханка белого стала дороже в среднем на 20 тенге и стоит около 180 тенге. Подорожала и мука. О причинах и принимаемых мерах в материале моих коллег. Основной причиной подорожания стало повышение цены на зерно, что повлекло за собой рост цен на муку и хлеб. Если раньше мукомольный цех области закупал пшеницу по 125 тысяч тенге за тонну, то сейчас она обходится в 140-145 тысяч тенге. В итоге потребитель вынужден тратить больше. В воскресенье я брала по 140. Сегодня я сомкнула с тем, что 160. Социального уже нет. С утра им дают по 100 булок. Ну что такое 100 булок хлеба? 50 человек подойдет, по 2 булки возьмет и уже нет. Помимо подорожания так называемого коммерческого хлеба, введен лимит на производство хлеба социального. Вместо 8 тысяч буханок сейчас производится 3 тысячи буханок в день. Такая мера временная и вызвана снижением запаса социальной муки. Однако Кематобласти, Министерство сельского хозяйства и Проткорпорация уже подписали меморандум о поставке необходимого объема муки. Данный вопрос в течение недели этой недели уже решится. И на наш хлебзавод уже будет поставка социальной муки. И объем социального хлеба, соответственно, уже увеличится в два раза. В конечном итоге это повлияет и на ситуацию в целом. Цены на коммерческий хлеб тоже вскоре стабилизируются. Объем хлеба формовой первой категории хлебзавод обеспечивает порядка где-то 85-90%. Остальные, которые коммерческий хлеб, он поставляется порядка где-то 7 или 8 мини-пекарнями. То есть по количеству, конечно, в городе и в области социального хлеба будет больше. Соответственно, это будет влиять на коммерческий хлеб. Социальный хлеб в регионе продают по 95 тенге. И цена на него останется прежней. Елизавета Шалина, Нурболу Зикпаев, Гульшахера Серегбаева.